здравствуйте друзья вы видите в моем гараже вот этот здоровенный лексусище хочу сразу сказать это не мой и даже не светланин это нам дали взамен ну как бы когда машина берут на обслуживание то дают взамен называется loaner car я выкатил это хозяйство из гаража так думаю заодно вам покажу и с 350 знаете что широкая машина вот то я когда сижу на водительском сиденье то мне вот до этой дверки достать в общем не так просто действительно вот так внутри сидишь и вот я пытаюсь рукой дотянуться найти это существенно существенно дальше чем в моем иммигрантовозе который вон там в окошке виднеется интересно получается значит как бы вводить адрес удобнее со стороны пассажира нежели со стороны водителя вот как устроена очень симпатичный конечно экранчик не удобно а ты еще левой рукой конечно не удобно надо сказать друзья что ко всякой машине надо немножко привыкать но вот здесь а ты наладил зеркала себе все зеркала да все поставил значит что здесь не то во первых вот это расстояние вот тут до стекла не позволит поставить мою подставочку с камерой у кого что у кого но извините это не блогерская машина в том смысле в каком я привык но но если на присоску на стекло конечно можно но вот вот так как я обычно это да я подружаю тебя пока это мне неудобно хотя ванны и непривычно непривычный очень неудобный навигатор я подозреваю что он наверное настраивается наверное можно его нас дело не в том что настраивается дело в том что им просто неудобно пользоваться вот этими клавишами всеми а ты имеешь ввиду данная когда адрес впечатываешь а вот этот вот как сказать в пойнтер который там есть здесь вот есть мышка да вот это вот мышка вот она бегать до гранта и вот кнопочка нужно не нажимать и тут есть меню хом там вверх-вниз до него машина не удобно и ужасно у меня маленький такой lexus уютный хорошая а это такая здоровенная дура и очень неудобно подожди кому-то хочется здоровенную но мне неудобно и вот она мне просигналил что была дверь 2 открыта там вообще дотянуться от с водительского сиденья до 2 двери нереально а если она немножко приоткрыт это точно не дать нет нет даже я с моими ручей вот ничего дотянуться невозможно в общем она неудобная неудобная она в пользование мало того это самое вот у меня на панели можно это самое вывести одной кнопочкой нажимаешь у тебя нам бы туда вот вот сюда да мы выходим на лукамина и не думает точно знаю ну вот по картинке поймешь вот правая картина точно правую картинку левая показывает общий путь до такой более крупный масштаб маленькая показывает тоже маленькую картинку что конкретно нужно делать может быть кто-то скажет вот это то что мне надо но я подозреваю что можно настроить навигатор все-таки экран большой не ну как настроить настроить это значит поменять какие но я уже поменяла сам я уже поменяла пошла она была вообще не настроена и показывала все совсем не так как мне нужно вот ну в общем я что хочу сказать что к вопросу замены машины мы еще вернемся потому что я все жду когда они выпустят наконец машину который будет сама ездить и вот это предмет моих мечтаний но мне нужна машина поменьше я уже чем наша сама ездить цвет это нет не от компании зависит от правительства которые разрешают или не разрешают чтоб машины сами ездили я думаю сейчас в это упирается но они обещали двадцатом году хотя бы и разработать и сделать чтобы она была доступна так тесла сейчас может это делать но просто но если делать людей могут здесь очень много вот на передней панели всяких таких развлекалочек виде радио там видео троллевали этим я ничем не пользуюсь а вот кнопочки с климатом тут отдельно нет уже пойти сначала в меню нам нужно будет потом левая левая полоса то есть еще достаточно много да самое левая хорошо что я могу сказать с точки зрения вождения вот хода автомобиля и так далее это обычно обычный лексус я бы даже сказал обычная тойота да поскольку лексус это как бы такая наверно это все более продвинутое тойота нет но она вот так вот вот едет вот его все за любую тойоту или за любого ну нет вот точно так же я вижу разницу между этой машины и моей машины как едет как едет вот я как водитель я же я жму на педаль газа я жму на тормоз вот эти все настройки она все абсолютно вот так и не говорили вот прям на этой машине ну ты мог бы на ней тебе комфортно в ней сидеть или нет ты знаешь что мне комфортно в ней сидеть я тебе скажу больше меня не напрягает ее размер абсолютно то есть я на самом деле люблю крупные вещи и машина крупная меня тоже не напрягает единственно что как водитель я должен был бы привыкнуть к габаритам с тем чтобы вписываться в какой-нибудь знаешь когда бывает где-то в узком месте ты должен не царапнуть никого даже на парковке на какой-то не очень комфортно вот 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 как только к этому привыкну я бы с удовольствием на такой ездят меня габаритами не смущает но вот камера не помещается вот это да вот теперь надо дать заявку чтобы для всех блогеров делали вертикальное стекло на самом деле это просто сейчас мод такая было же время когда были более вертикальные стекла начали машина не асти же понимаешь это же но сейчас все машины не такого галушистого аэродинамика все такое вот мы пригнали красавицу на дилершип вот справа там дилершип там продают а слева обслуживают здесь даже можно от прийти там пирожок какой-то взять кофейку вот мы внутри света смотрит гать может плюнуть на все будет купить новую машину не дожидаться то есть а честно и так аксессуары рюкзачок lexus есть рубашки lexus есть кепочки lexus есть вот такие есть вот такие все это такое это игрушка написано для детей что написано disney вот друзья машина проехала в полмиллиона миль модель 90 года вот представьте сколько и лет почти 30 в то время такая машина стоила тысяч я боюсь соврать 30 они когда в общем-то дешевые были они пытались по ценам побить mercedes как и шли шли так по демпинг ценам никто еще не знал что такое за lexus такой прошла полмиллиона миль было у одного владельца тут написано же таблички но неплохо выглядит правда вы видите такой листочек на котором помечены какие работы были выполнены у нас было обслуживание на 30 тысяч миль да да то есть ты за 10 лет но есть вот 30 тысяч метров нет на 38 38 тысяч я сказал чтобы они делали такую материал проявку что мы никогда не проверяли не проверяли здесь мы делали в таких локальных шопах просто масло меня и с этой плохо работал хитр обогреватель не очень страшно не плохо работал обогреватель то что он грел но чуть-чуть не сильно грел как когда я обратилась вот в эту мастерскую где мы делали чек-аут да и масло меняем они сказали ну он же греет все нормально еще у меня все время горела лампочка что low tire pressure и она и там написано какое должно быть tire pressure в этой же мастерской они мне это pressure подогнали под то что написано на двери лампочка никуда не уходила то есть я уже слышал это сломан сломан компьютер который неправильно показывает вот этот tire pressure и печка не греет и вот и 30 миль нужно делать поэтому мы сюда приехали потому что здесь сервис намного дороже чем вот в обычном магазине вот нам 800 долларов для удовольствия обслуживаем вот но зато они дали нам на ночь машину то есть я приехала уехала время не тратила тоже в общем то денег стоит вот но оказалось что печка не греет потому что там была закрыта где-то заслонка то есть она сама видно от резкого может быть движение она сама захлопнулась и поэтому тепло не поступало а колеса они накачали чуть посильнее они стали гореть лампочка вот но вот тут теперь они говорят что у нас потеряно какой-то крышечка какая-то от мотора и мы не знаем вот вы вот вот это потеряно а хоть чтобы дать их как квадратный трюшин где-то василий ванныча там даже любит ахода представить себе не могу что это машина горит колеса все нормально у меня оригинально наезжено 38000 вот я уже думала надо колеса покрышки покрышки и они пишут вроде все нормально еще друзья я прикупил тут за 80 баксов важный для блогеров аксессуар это дворники для моей машины они просто оригинальные и старые уже найти они начали скрипеть я заменил ну что-то не то там получилось в общем вот это оригинальный а вот друзья и наша наша ласточка стоит вот она посередке вот ее то мы сейчас и заберем светочка светочка скажи рада ли ты снова заскочить свою ласточку да да она маленькая смотри как она хорошенькая да да не зачатки будешь гореть в ту сторону никто не услышит я это плохо так сказать парку из плохо так и ее царапаешь у меня все колеса поцарапаны потому что не парковаться в бортик чтобы тебе не научиться может быть то я не у меня нет особой практики мы же все время заезжаем вот так на парковку ну да парковаться в бортик ну вот я смотрю на колеса колесо целое а вот тут слушает это ты что тоже на паркинге вот это да да а с той стороны тоже машинку помыли помыли машинку ну показывает где поцарапает не я поцарапал тетка я уже стояла она стала назад свою машину где у тебя где у тебя вот слушай вот тут я вижу сейчас вот тут не ну вот эту тетка меня поцарапала подожди где колесо-то победа на другой да на предыдущий я помню было колесо побито но более-менее для машины которые девять лет вполне вполне она не была не в эти 38000 миль да и она не такая новенькая вся и мало того я думаю колеса нужно менять они сказали нет колеса прекрасном состоянии еще 25000 пройдут и тормоза гадет еще 30 это мне хватит но в общем это у тебя хватит до момента покупки полного автомата который будет тебя возить без того чтобы крутить баранда да друзья вот так вот так встречают старость американские пенсионеры они ждут что и будут возить без того чтобы крутить баранку вот смотрите друзья я сижу в светиной машине смотри свет вот опусти руки вот я сижу в светиной машине плечом плечом касаюсь вот двери и вот мне ну не хватает 15 сантиметров до до той двери могу дотянуться до противоположного я могу даже хочу сказать в виде в качестве шутки света что ты конечно любишь маленькие машинки но поскольку ты худеешь то маленькая машинка становится для тебя больше то есть все относительно а если поправляться то можно брать большую машинку и числе нету не ужасно хочу сказать что машину помогли почистили тут всю работу сделали я вспоминаю как когда у меня был мазда минивэн мпв мазда и я пришел как-то делать сервис они должны были это все сделать но они мне на выходе дали купон где-то там в 10 милях какая-то мойка и сказали вот тебе мойка там тебя бесплатно помоют а у нас что-то там вот не получилось они помыли я думаю что они там где двигатель тоже помыли все но будем надеяться да вот видишь у меня где-то самое прикуриватель меня прикуриватели стоит вот эта штука и одновременно можно заряжать так это у меня это что-то для айфончик у тебя прикуриватель стоит штукой книжки подключается зарядка так и это очень удобно вот эта моя штука хорошая на что это что там у тебя я сюда могу телефон поставить не очень удобно и прям на ходу если мне звонит тут у меня же он подключен сюда и так нажимай кнопочку и начинаю удобно да друзья не не просто все в этом мире я спеть посмотрю как можно себя снять вот в такое зеркало у светланы мне нравится вот эта панель тут кнопочки всюду так удобно не нужно не ходить ходить ни в какие меню тут вот особенно когда ты работаешь с мото у меня пальцем ли вы там navigation за можно можно вот надо никакие не на дням шана сдвинется ну да можно пальчиком и все это замечательно но что хочу сказать по сравнению с тем на чем мы сюда приехали света чувствую себя кластрофобично а я чувствуете очень уютно да а